За последние 24 часа биткоин жестко упал, почти на 17%, и сейчас многие задаются вопросом, стоит ли откупать это дно. Лучшее ли сейчас время, чтобы купить биткоин, или может быть стоит еще подождать. Что ж, в этом видео я расскажу вам, когда будет лучшее время, чтобы купить биткоин, и это может быть даже не сейчас. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать на канал, на который вы подписываетесь ради ежедневных новых видео о криптовалюте. Не забудьте поставить лайк, мне всегда очень приятно. Начнем с того, о чем я говорил во вчерашнем утреннем видео. В нем я говорил в том числе и о том, что ситуация сейчас очень похожа на ситуацию 2016 года. Если вы не видели, ссылку я оставлю в описании, в этом ролике не хочу повторяться. В любом случае, я сказал, что цена биткоина должна откатиться до верхней границы этого кармана. У меня стоял здесь ордер, и он исполнился. Если вам интересно, где еще стоят у меня ордера, все это в видео по ссылке в описании. Надеюсь, кто-то из вас тоже сумел словить этот шикарный трейд. Итак, биткоин за последние 10 часов упал на 17% на пике. Если вы новенький, то поймите, что это абсолютно нормальное поведение для биткоина. Давайте я покажу вам 2017 год. Тогда был самый громкий в истории биткоина взрывной рост. Как вы видите, даже он не обходился без массивных откатов. Это и 40%, и 15%, и 20%, и 25%, и так далее. Напоминаю, это коррекция на бычьем рынке, поэтому не переживайте и не впадайте в отчаяние. Это для биткоина совершенно нормально, привыкайте. Возвращаемся к изначальному вопросу. Сейчас ли самое лучшее время, чтобы купить биткоин? Честно говоря, по моему мнению, никогда нет плохого времени, чтобы купить биткоин. Помните видео «Копи Сатоши сегодня» пока не поздно? Я выкладывал его в октябре. Обязательно в конце видео вставлю отрывок. Просто копите Сатоши и расслабьтесь. Мой план максимально простой. Первое. Накапливать Сатоши. Если что, Сатоши — это 100-миллионная часть биткоина. Что-то вроде копейки и рубля. Понимаете? Просто покупайте раз в месяц какую-то часть биткоина на фиксированную сумму. Второй шаг. Расслабьтесь и получайте удовольствие от жизни. Это очень важно. Не нужно на каждом прыжке биткоина хвататься за сердце. Просто забудьте на пару лет. Избавьтесь от эмоций. На долгосрочном заобеге с биткоином все будет в порядке. В любом случае, перед тем, как я покажу вам индикаторы, ради которых вас и собрал, я хочу прокомментировать то, что так часто слышу. Причем все чаще. Мне говорят постоянно. «Ди, на этот раз все по-другому. Не так, как в 2017-м». Поэтому уже никогда не будет таких же огромных просадок, как раньше. Почему люди так говорят? Потому что в этом году появляется все больше фондов, трастов, публичных компаний и так далее. Все эти большие инвесторы инвестируют огромные суммы в биткоин. И именно поэтому на этот раз все иначе. И я с этим не спорю. Такого не происходило в прошлый булран. Но это никак не означает, что цена биткоина больше никогда не будет корректироваться. Эти же богатые люди покупают, например, акции или золото. Хотите сказать, эти активы теперь никогда не падают? Никак нет. Это нормально для рынков и участие крупных финансовых организаций никак не отменяет возможности падений. Их участие лишь подтверждает то, что биткоин – это хорошо. И для нас, инвесторов, в биткоин – это отличные новости, особенно в долгосроке. Мне пишут иногда, что теперь, когда PayPal позволяет покупать криптовалюту, будет такое огромное давление со стороны покупателей, что просто невозможно будет просадить биткоин. Во-первых, инфраструктура этого криптосервиса толком не построена, и PayPal собирается активно работать над этим в 2021 году. Поэтому лишь немногие могут на данный момент использовать их криптосервис. И во-вторых, PayPal – это такой сервис, который заточен именно на розницу, не на институционалово, на обычных людей. Это означает, что и правила обычной человеческой психологии здесь будут отрабатывать как никогда лучше. Сегодня он купил в PayPal биткоин, завтра криптовалюта просела, и этот покупатель уже бежит продавать в ужасе и панике. Типичная схема – покупаем за 10 тысяч, ждем просадки до 8 тысяч и фиксируем прибыль. Обычно как-то так и торгуют розничные трейдеры. Итак, давайте рассмотрим некоторые ситуации биткоина, чтобы понять, когда именно настает лучший момент для покупки биткоина. И является ли сегодняшний таковым? Сразу заострю ваше внимание. Я не считаю, что именно до тех отметок, о которых мы поговорим, цена биткоина сейчас упадет. Я просто говорю о том, что именно они исторически были лучшей точкой для входа в рынок биткоина. Эти точки я называю точками максимальной финансовой отдачи во время булрана. Поэтому, если не сейчас, но спустя несколько недель цена биткоина будет касаться всех этих уровней, это видео вы все равно сможете использовать как актуальный урок на все время булрана. Причем не только этого, но и следующих тоже. Начнем с дневных средних скользящих. Это самое простое. Здесь у нас есть две средние скользящие. 50-дневная – это оранжевая, и 200-дневная – это синяя. 200-дневная – синяя – показывает продолжительность булрана. Когда цена биткоина проваливается ниже этой 200-дневной синей скользящей и остается под ней, это означает конец роста и начало медвежьего падающего рынка. Но самые лучшие возможности для покупки появляются тогда, когда цена биткоина делает одну из трех следующих вещей. Еще раз напомню, эти правила работают только на растущем рынке. Итак, первое. Цена биткоина касается синей линии. Это достаточно редкая, но невероятная возможность купить. В прошлом булране это случилось лишь несколько раз. Если вы видите такой сигнал – покупайте. Второе. Цена проваливается ниже оранжевой линии, то есть 50-дневной скользящей. Тоже хороший сигнал на покупку. И третье, последнее. Цена падает до оранжевой линии. Касается ее, но не падает дальше. Все эти три варианта случались во время бычьего забега 2017 года. Еще один хороший индикатор – это индекс относительно силы RSI. Каждый раз, когда он падал ниже 50, это был хороший сигнал на покупку биткоина. Если же вы видите, как RSI падает ниже 30, то это вообще шикарная точка для входа. Сейчас биткоин еще не достиг этих отметок. Ни RSI не упал до 50, ни цена биткоина не коснулась 50-дневной средней скользящей. Судя по этому, мы можем ожидать еще некоторую просадку биткоина, процентов на 8-10. Но на самом деле эта коррекция сейчас длится всего лишь сутки. Давайте посмотрим, что было в прошлом. Во время прошлого булрана эти коррекции длились от 3 до 35 дней, прежде чем цена биткоина находила дыно и продолжала рост. В среднем, если посчитать, коррекция длилась приблизительно 19 дней, после чего цена биткоина продолжала рост. Так что, если цена биткоина сейчас продолжит падение, то это может продолжаться около двух недель, прежде чем мы увидим отскок. Но может быть, ребята, может быть, эти 17% падения сейчас и были окончательной коррекцией. Посмотрите на этот график. Зелеными стрелками обозначены исторические пики биткоина в 2011 и 2014 году. На тот момент это были те еще взлеты, и на графике они выглядели как гора Эверест. Но на фоне 2017 года их почти не видно. На фоне следующего исторического пика 2017 год будет выглядеть таким же маленьким крючком на графике. Спасибо Терику Субблокчейну за это наблюдение. Субблокчейна. 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 А на этом все. Меня зовут Богатейший Динь. Не забудьте поставить лайк, а также подписывайтесь на канал, телеграм, жмите колокольчик, делитесь видео с друзьями, комментируйте обязательно. Богатейте. Увидимся вечером. И до скорого. Субблокчейна.